Добрый день! Меня зовут Анатолий. Сегодня мы собрались с ребятами, чтобы обсудить развитие славянской культуры в Адалаиде, в Австралии. И с нами и со мной сегодня Савва, кто привел своих друзей с разных возрастных групп, чтобы они дали свою точку зрения, что не хватает им, так как они уже жили здесь давно, что хотели бы видеть больше и что хотели бы испытать, что им не хватает. Вот именно русская культура, о славянской культуре. Сара? Замечательный нашелся повод для встречи. Анатолий, спасибо, что нас организовал всех. Я пришел со своими друзьями. Это Дмитрий Кусков, представитель самого старшего поколения, человек, который был первый из русских казаков, один из первых русских казаков, которые оказались на земле Адалаиды. Николай Коровин, это уже второе поколение эмиграции. Его родители приехали в Австралию более 100 лет назад. И я думаю, что мы сегодня обсудим, что нас может объединять и чем мы можем быть друг другу цены и полезны для развития нашей культуры. Я думаю, хорошим примером можно взять Масленицу, которую Савва организовал на выходных, где было большое количество 300 людей из разных культур, из разных национальностей, которым близко славянские ценности, славянская культура. Голоска болела И хотелось бы поговорить немножко, какие впечатления оставила на вас, ребята, эта Масленица. И тоже спросите, Сава, почему именно ты решил организовать эту, что стала мотивацией для организации вот именно такой масштабной мероприятия? Я думаю, мы сначала дадим по старшинству слово о ощущениях и восприятии этого праздника людьми, которые там были оказались приглашены и не были вовлечены в подготовку, они не знали как и что, то есть как им ощутилось просто присутствие там. А потом я расскажу, что этому предшествовало и почему мы его сделали. Дмитрий нам всегда активно помогает и в перспективе, я думаю, мы сделаем спортивный лагерь у него, он очень хочет быть тоже вовлечен и быть полезен в русской общине. Что тебе понравилось на Масленице, что тебе было, ну что ты, в чем разница между тем, что мы сделали сейчас и как это было раньше? Ну, потому что сейчас так собрались, много людей и всякие национальницы. Если тебе удобно говорить по-английски, ты можешь говорить по-английски, то есть как тебе легче? Ну, мне не важно, я хочу по-русски говорить, потому что я русский и казак, и не хочу по-английски говорить, потому что, знаешь, я и поиск потираю совсем, ну и сейчас мне приятно, если кто понимает, мне это хорошо, если не понимает, это другое дело. Ну вот, я когда приехали сюда, как получилось, что все хорошо, только надо какую-то традицию держать, потому что сейчас ничего не получается, все расходятся. Надо же православный, надо русский, надо какую-то традицию держать, а то, что со всем потеряем, все. Что тебе на Масленице понравилось? Ну, меня не шутка так, я видел все, но я чем видел, это все хорошо, потому что собрались, и это так традиция всякая была там, и это детей, маленькие, увидят, это приятно им будет после, если они хотят идти туда, так. Хотелось бы спросить у тебя, Коля, тоже, вот, ты вырос в Австралии, но у тебя корни и культура все равно из наших прошлых разговоров тянет, тянет тебя к России, к славянской культуре. Что тебе не хватает в Австралии, почему ты решил помочь нам, чтобы организовать это сегодняшнее интервью и разные организации? Не говоря о том, что я здесь родился, я все равно считаю, что я русский, Россия вечно меня тянет, я там уже много раз был, я родственников всех нашел. И что я считаю, что мы должны стараться сохранить русскую культуру, это воскресенье, это масница, это был символ, что мы пытаемся сохранить русские традиции и обычные, это очень-очень важно. Не говоря о том, что мы живем в Австралии, мы все равно, все равно всегда будем русским, это очень-очень важно, это очень важно, чтобы мы сохранили эту русскую душу, эту душу. Спасибо, Коля. Ну, хотелось бы спросить у Савеля тоже, что именно вот мотивировало тебя, что предшествовало Масленице, что предшествовало вот это вот начало всего этого движения в Эдлайде? Меня с распростертыми объятиями, в общем-то, встретили здесь славянские общины, то есть сербы мне через неделю уже отдали ключи и сказали, о, ты представляешь сербское боевое искусство, ты можешь тренировать наших детей, пожалуйста, пользуйся. И эта доброта, она меня очень сильно удивила, потому что в Европе не так, ну, там, плотнее отношения, много людей и вот такой открытости, как в Австралии, как вот эта часть австралийской культуры люди переняли. Для меня это было ново, также было в украинском доме, меня встретили, вот, и на самом деле, вот я был внутренне благодарен, а, Австралии за то, что она меня приняла как иммигранта, и вот этому, этой культуре, правительству, которые реально сделали, возможно, мою жизнь более комфортной, потому что именно за этим я сюда приехал. И в то же время мне хотелось как-то отблагодарить моих друзей, которых у меня здесь сейчас огромное количество, в спортивных организациях австралийских, в национальных славянских общинах. Мне бы хотелось всех собрать, но собрать всех у себя дома, это все не получается, да, это очень смешно. Поэтому есть праздники, которые нас всех объединяют, культурные ценности, которые общие для нас, для всех. Они понятны австралийцам, они понятны представителям славянских общин. И один из таких праздников, таких глобальных, это вот как раз Масленица, на мой взгляд, я так подумал, и я не ошибся. То есть мы сделали ставку на проведение большого такого мероприятия, и все с большим удовольствием откликнулись и поддержали. Вот, поэтому здесь нету, конечно, части людей, которые выступали на сцене, им тоже много было бы что сказать. Но я думаю, что вкратце было так именно. То есть все нуждались в этом празднике, объединении, и все с большим удовольствием поддержали эту идею. Ну, со своей точки зрения, я тоже бы хотел поделиться, что я видел на Масленице, и со своим опытом, живя в Аталайде, жива в Австралии. Что мне было интересно на Масленице, то, что там было очень разных мероприятий. Это спорт, который объединяет, тоже много там славянских ребят. У меня спортивный зал, где мы ведем сампы, где мы ведем боевое искусство. Ко мне приходят ребята, вот именно что бы, которым интересна русская методика тренировки, которая совсем отличается от австралийского и американского метода обучения и тренировок. И на Масленице у нас была борьба, у нас были канаты, ребята приходили, делали из металла мячи, и игры тоже были, и концерт был, и с разных национальностей тоже ребята приходили на сцену, выступали. Это было очень интересно, и мне самому просто интересно, вот твое, я скажу по-английски, vision, как бы ты хотел видеть в будущем вот это все, чтобы оно развивалось, и как это бы оно продвигалось, чтобы люди, которые чувствуют сердцем близко к славянской культуре, могли испытать примена ее у себя дома. Я бы сказал так, что я почему пригласил моих друзей сюда на собеседование, что то, что мы сейчас делаем, это не является совсем в чистом виде славянской культурой, просто на территории России, она такая огромная, эта культура сохранилась, может быть, где-то в большем виде, а эта культура самобытности, то есть не играть, не переодеваться, а быть настоящими. То есть почему у меня на моих фестивалях и праздниках всегда присутствует много детей, и у меня у самого много детей, я у них учусь не быть политиканом, не переодеваться в разные маски, а быть настоящими. Наши дети, они настоящие, потом их долго переучивают, их шлифуют, из них делают тех, кто бы был удобный тем или иным временем или тому или иному обществу, но по сути мы в каждом своем возрасте, если мы не забываем, что мы дети, мы будем настоящие, а каждый из вас знает, что найти друзей после 30 лет очень трудно, потому что мы уже сильно перековерканы, в то время как дети и Масленица тому примером, они вот так вот через 5 секунд уже дружат друг с другом, а через 2 минуты они уже бегут вместе покупать, делятся деньгами, и это то, что как раз таки я бы хотел и привнести, то, чтобы мы это не забывали. И мы все родом из детства, и общаясь, скажем, с более старшим поколением, я вижу, что проблемы, которые могут меня ожидать в будущем, их можно избежать уже сейчас. То есть создавая вот это комьюнити, создавая вот эту общину, воспитывая наших детей, мы можем просто прийти к хорошему, правильному передаче информации нашим потомкам и самим занять достойное место. Мне хотелось бы узнать, вот, ребят, тоже вашу точку зрения, что не хватает Элоиде, и что бы вы хотели видеть, как развивала славянская культура, может быть, под инициативой САВы или там еще карты, может, у вас какие-нибудь хорошие идеи есть. Что лично я делаю, делаю со своей точки зрения, у меня спортивный зал, я уже сказал, где мы очень сильно мотивируем людей думать по-другому, потому что очень много я встречаю людей в Элоиде, которые чувствуют себя потерянным, которые чувствуют себя неуверенным в разных ситуациях, в бизнесе, в жизни, в отношениях. Многие мужчины боятся себя высказать, боятся постоять за себя, боятся высказать свою точку зрения, когда это нужно, они молчат. И поэтому я толкаю, ну не толкаю, а вот чуть-чуть ребят через тренировки, через себя, чтобы они себя понимали тоже, чтобы было более уверенности. И вот я чувствую то, что вот именно в славянской душе все-таки мужчины, они сильные, сильные мужчины, и женщины, они жественные, но все равно очень сильные, женственные. И что с вашей точки зрения вы хотели бы видеть, что вы думаете, что вы думаете, не хватает, и чтобы славянская культура могла бы придать Элоиде и Астралии? Я думаю, что мы нужны в Аделье, чтобы было более коллектив, более спортивные, более спортивные, такие как самбо, и что вы делаете, чтобы мы учили наши русские силы, чтобы быть уверены и уверены, потому что русские силы очень уверены. И, знаете, что мы делаем, что мы делаем, что мы всегда, всегда, мы всегда, всегда, мы очень determined people. И я думаю, что это очень важно для следующего года, чтобы у нас есть спортивный, 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 это очень, очень важно для тех людей. Мой сын делает это, и это очень, очень важно для нас, чтобы быть настоящими русскими. Спасибо, очень хорошие идеи, и это очень важно, потому что я полностью согласен, и думаю, Слава тоже, что Россия постоянно испытывала тяготы и войны, и она делает все-таки мужчин, извините, из мальчика, мужчин закаляет, жизнь закаляет, да. Многие люди просто ослабевают, когда опыт давления, политические корректности и все такое. Так что, спасибо, да, интересно. А с твоей точки зрения? Ну вот, как я все вижу. Наверное, надо, чтобы крепкие были, и делать, чтобы все хорошо и правильно делать, не так болтать им. Делать так, а надо получать совсем по-другому. Ну и сейчас, потому что сейчас, как мы учим, как детей, ничего не можешь сделать с ним, потому что государство так и не делает, что… Ну, государство не говорит, ну, какая их причина или как они делают, это вроде неправильно, а мы должны… Сохранить традиции, то есть то, что нам понятнее, то, что… Ну да, и потом надо детей, чтобы они видели, и ты даешь им причину такую, не причину, а экзамен. Это потому что сейчас ничего нет почти. И делаешь что? Русские, как его, язык мало, и они все расходятся. Какой у них детей будет? Какой у них внучек будет после, когда мы умрем? И такое что? Это неприятно. Надо же, как и культуру, держаться, а то все потеряем, и все. Вот на то они все по-английски хотят, говорят, не говорят по-русски, потому что если не… Ну, а то, как говорят, если на это пользоваешь, будешь на это, ну, сохранишь, а если не пользоваться, потеряешь. Я, может быть, вот то, что ты… То, что ты задал хорошую тематику, это очень острый социальный вопрос, депрессия. И люди от депрессии начинают здесь одиночество, потом проблемы в семье и так далее. Все это решается именно общением, потому что изначально в нашей традиции все-таки мы были там, у нас были родственники, друзья со школы. То есть круг людей не замыкался десятью знакомыми, с которыми ты общаешься на работе, на неродном языке все-таки, да, это тоже есть язык образов, он очень важный. И ты немножечко себя перестраиваешь. К чему я это веду? Что чем больше община, чем больше людей для контакта, тем легче переносятся всякие трудности и невзгоды. Это настолько очевидно. Просто некоторые люди в погоне за вот этими кредитами и какими-то материальными благами, которые тоже, безусловно, очень важны, они теряют гораздо больше, но только они об этом начинают понимать, когда они уже находятся в таком возрасте, когда уже отмотать назад невозможно. Поэтому я, я видя это, я очень много общаюсь и с казаками, и Сиднея, да, и здесь тоже с старшим поколением, я просто немножко предугадываю ситуацию, возможную развитие ситуации наперед, поэтому то, что я делаю сейчас, это максимальное сохранение комфортной жизни, понятной традиции, в которой мы были воспитаны. Это никак не мешает абсолютно мне интегрироваться в австралийское общество. Как ты знаешь, федерация самбо является австралийской организацией, и мы представляем команду на международных соревнованиях, на международной арене от имени самбо. Олимпийский комитет финансирует самбо как олимпийскую сборную и национальную команду. То есть вопрос стоит о том, что мы можем дать этой культуре взамен. Мы от нее берем благо, мы все берем, но когда ты только берешь и ничего не даешь, ты начинаешь испытывать депрессию. К 50 годам у кого-то раньше, у кого-то позже обязательно приходит возраст, когда ты начинаешь задумываться, у тебя прошла весна, прошло лето, и вот ты в осени, пора собирать урожай, что ты можешь людям дать. И именно это подталкивает многих людей на депрессию, когда они осознают, что они употребили очень много, они взяли кредиты, они там взяли какие-то там машины, там дома, еще что-то. А что они этому обществу дали? Дали ли они свое здоровье, потратив на работе, но было ли это замечено кем-то, было ли это отмечено хотя бы детьми? Потому что процент детей, которые не имеют интереса со своими родителями, здесь очень высок. Пока родители бегают на работу, дети ищут свой досуг, и очень часто, что они уходят в другие компании, в другие интересы, которые их совершенно не связывают. И вот Масленица, это такой пример, когда было одинаково интересно всем. То, что делали дети, могли делать и взрослые. И на мой взгляд, это просто один из сигналов, таких маленьких, как идея, что нам нужно возвращаться к истокам и не замалчивать проблемы. Я приведу один очень хороший пример. Группа в Фейсбуке, которая называется «Russia Delay the Friends», она еще год или два года назад, о чем сказал Анатолий, она была сплошь из толерантных людей, боящихся высказать свое мнение. Мужчин там не было абсолютно, просто не было. А там было 3-4 женщины, которые постили там свои торты, булочки и пироги и продавали их таким образом, используя эту группу. Ничего не обсуждалось, все были толерантные, все боялись высказать свое мнение. Сейчас эта группа стала интересная. В нее вносятся какие-то интересные инициативы, реклама, люди это обсуждают, люди не боятся критиковать. Кто-то критикует меня, кого-то критикую я, как пример. Но это живая группа, это все живое, это настоящее. Ну вот я думаю, что нам это все надо переносить в реальную жизнь. Это мале мнение. Ну вот, на то детей всякие, на то депрессию нет, они таблетки берут, да нет, и всякое. Они это как должны, ребята, вот меня, своих внучек, и так они болтают, эти какие-то лои стоят, и затягивают такое. Это просто больно, так видишь, и что совсем, ну это так, так плохо. И они принимают эти таблетки, а с ума они ничего не знают, что делают, и кричат, да это такое плохо. И они говорят, да ты говоришь, что про это вот, что же на Масленице, что получилось. Они бегают, играют, это не сидят на, как его, на лэп-топ, или как его, ну, телефон. Виртуальная жизнь какая-то. Они то, вот так, и все, на какую-то жизнь. И когда мы, как его, если мы не будем делать, и можем, как его, говорить, нельзя так делать, а то тебе себе будет вредно после. И так вот, депрессия, а это всякое, запутывает, и мозги запутывает. И это очень важно, чтобы создать русские коммуникации, потому что люди, которые приходят к Масленице, которые приходят к этому поводу, они уникали, они уникали, они уникали, они уникали, они уникали, они уникали. Русские коммуникации, которые очень важны, они уникали, они уникали, они уникали, они уникали. Они уникали, они уникали, они уникали. Мы очень хорошо, очень больно, очень больно. И это очень важно, чтобы мы продолжаем это. Не только для наших будущих, но для будущих. Для наших детей и наших родственников все равно у нас есть коммуникает. Мы losing это, и мы losing это. В то время вы стоите, а потом вы падаете. И это все это происходит сейчас. Я правильно, я правильно, я правильно, и это ужасно. Мы должны сохранить наши обычные традиции, веру, это очень важно, это нас объединяет, это очень, очень важно. Очень важно. Ну, хотел бы тоже немножко поделиться своим опытом. У меня две девочки, которые появились в моей жизни три года назад у моей подружки, им было 5 и 7 в то время, и они были очень неуверенны в себе, боялись даже, если пойдем в магазин, ресторан, боялись даже подойти к продавщице. И сделать заказ, если мы там пойдем куда-нибудь на природу, боялись там по скалам лазить или даже в океан войти. И то, что вы говорите, как раз таки я пытаюсь внедрить в их жизнь, пытаюсь окружить их людьми, которые сильные, которые в себя верят. Со своей точки зрения я делаю это через свой спортивный клуб, где ребята приходят, себя толкают физически, эмоционально, чтобы узнать, чему они стоят. И результат достаточно интересный, потому что три года после того, как я их встретил, сейчас девочки мои, я даю карту, они идут в магазин, покупают, что хотят. По скалам лазают, под скалами лазают, делают серфинг, и очень-очень активные, смелые девочки, и всего это за три года такая трансформация. Это в принципе из-за того, что они просто начали общаться с правыми людьми, которые сильны, которые в себя верят. И хотелось бы узнать тоже с вашей точки зрения, какие планы у вас, какие планы и цели вы преследуете в течение следующих лет, чтобы добавить что-то, как ты уже говорил раньше, чтобы дать назад Адлаиде, Австралии, то, что мы получаем из этой страны, через исламянскую культуру. Да, я скажу, я не буду рассказывать про очень масштабные планы, потому что есть проекты, которые даже мне не стоит озвучивать, в силу того, что они очень масштабные, потому что для того, чтобы видеть цель, нужно подниматься по ступенькам, а потом с высоты уже можно такие большие вещи видеть. Я скажу про ближайшие мероприятия, которые у нас будут. Прежде всего, это мероприятие ближайшее, когда бы я хотел отблагодарить всех членов и их семей нашей организации за помощь и участие. Это будет праздник в Билэй, я вас всех приглашаю. Оно пройдет стандартно, то есть это спортивный день, шашлыки, караоке, все. Дети, как обычно, уедут на велосипедах. То есть это ближайшие мероприятия, которые должны быть в апреле месяце сделаны. А второе мероприятие на май месяц, оно более серьезное. Это нельзя сказать, что это театральная постановка, нельзя сказать, что это концерт. То есть это абсолютно тоже новое действие для Адалаиды, неизвестное, действующее на пробуждение генетической памяти. Я сделаю анонс об этом официально, но скажу, что это не было еще в Адалаиде такого. И оно будет на русском языке, и человек, имеющий русскую систему, славянскую систему восприятия, систему образов, 100% не уйдет, скажем, измененным. Потому что мы хотим просто сделать это на уровне изменения сознания. То есть вот такое серьезное мероприятие. Хотелось спросить у вас тоже, ребят, какие у тебя ходят конкретные проекты сейчас, над которыми ты работаешь? Ну вот у нас сейчас планируем с казаками и с северными мечетниками мы стараемся купить кварбище. Потому что все православные хотят похороненные в православной кварбище. У нас, к сожалению, не хватает православной кварбище. И мы с сервами, а не наши братья, и они с удовольствием пытаются, и мы казаки, стараемся купить землю, чтобы купить клавиши для православных. Это очень и очень важно, потому что люди хотят быть похоронены с нашими братьями православными. Это очень и очень важно. Какие у тебя планы на будущее? Что планируешь? Ну я так думаю, что надо взять и собрать все детей. Могуфор и Форрис, чтобы сделать все другое. На пути керпе и шага, чтобы мы планируем. Мы планируем. Мы планируем. Могуфор и форрис. и показать им какую-то свету на сцене от Аделея или дать им традицию с русскими. Это основная причина, почему я пытаюсь делать это. И мои большие дети, и мои родители. Спасибо, ребята. Очень интересные планы. Вообще интересный проект о Слованском кладбище. И твой лагерь тоже, где дети могут собраться. У Саву тоже ребята могут встретиться, поесть шашелка на природе и пообщаться, и потом спектакль. С моей точки зрения спортивный клуб со славянской базой. Хотелось бы спросить, если бы люди, которые видят это видео и которые узнают о славянской культуре, хотят связаться и узнать больше или как-то внедриться в это течение. Что они могут сделать? Какие первые ступеньки могли бы они принять? Хороший вопрос. На нашем веб-сайте Russian Culture Essay у нас есть специально сделанная анкета для всех желающих, где люди могут дать свои данные для получения информации из первых рук. И мы будем высылать всю информацию сразу, своевременно. И люди будут в курсе всех событий, которые мы готовим в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok